Девчонки, здравствуйте! Ну, вижу кубок у вас. Расскажите, откуда его привезли? Из Анапы. А кубок, значит, что это первое место? Да. Рассказывайте, что за фестиваль такой был, где вы стали самыми смешными? Фестиваль детского КВН в Анапе. То есть это всероссийский фестиваль, да, где собираются школьники, КВНщики со всей России. Вы там стали первыми? Да. Радости-то какой было много, наверное. Да, было 46 команд. 47. 47. 47. А они там вообще знают, где находится Уснюк же? Нет. Как объясняли? Все спрашивали. Спрашивали, и они не знали. Мы отвечали и уходили. Ну, теперь-то все знают, где находится Уснюк же. Ну, такой вопрос. Знаю, что на самом деле это победа с предыдущего фестиваля, а вы только что вернулись из Крыма. И тоже с хорошим результатом. Вот расскажите, что за фестиваль там был, и что вы оттуда привезли, и какой результат? Международная юниор-лига, детский КВН. Мы играли там, там тоже было около 50 команд. Было так. А международная юниор-лига, это среди школьников самые престижные игры КВН? Да. Это игры международного союза КВН, только среди школьников? Да. Да. А где вы были? В каком-то лагере, где все проходило? В Артеке. О, как повезло вам, были в Артеке. И там тоже, наверное, около 46 команд? Да. Там, да. Там около 50 тоже, как в Анапе. А, собственно, это, наверное, все из Анапы приехали в Крым, да? Нет. Но там были? Там некоторые команды приехали. Да, две, наверное, или три? Две-три. А остальные... Все новые. Да. Да. Как много КВНщиков у нас, и вы самые смешные. Ну, расскажите, как выступили в Крыме? Какой там был результат в Крыму? Прошли в полуфинал. Там было несколько игр, там участвовали по пять команд. В день было по две игры. С одной игры должны были из пяти команд пройти в полуфинал три. А вот у вас, у вашей пятерки, какие были команды из каких городов? Из старых. Ставрополь. Команды КВН-Салют из Ставрополя. Пермь, да? Бабрата. Да. Да. Вот мы. И две сборные. А как так получилось, что вы прошли дальше? Расскажите, как выступили-то. Нормально. После выступления нам должны были говорить, либо мы проходим в ожидание, либо сразу идем в полуфинал. Сначала сказали команде КВН по порядку, они самые первые выступали, им сказали, сначала вы проходите в полуфинал. Потом три команды было еще, и мы пятые последние. Три команды отставили в ожидание, мы пятые выступили, нам сразу сказали, что мы проходим. Как зал вас встретил? О, хорошо. Отлично. Мы все. Там очень много народу было. Сколько много? Тысяч? Четыре тысячи чем-то. С половиной. Четыре с половиной тысячи зрителей. Страшно было выступать? Да. Ну да. В первый раз такая большая аудитория у нас была. Слушайте, а как шутки ваши заходили? Были такие, которые в тишину, как говорится, зашли? Или все были смешными? Все почти. Ну, расскажите более подробно, может быть, какая шутка лучше всего зашла? Кочевая школа. У вас есть номер «Кочевая школа»? Да. У нас таких, правда, несколько номеров, но «Кочевая школа» мы там как... Всегда переделываем. Да, переделываем что-то другое. И вот она постоянно заходит в «Кочевая школа». То есть вы на все фестивали приезжаете с каким-то новым выпуском «Кочевая школа»? Ну, не всегда, но да. Не всегда, но иногда. А про что вы шутите? Про «Уснюю» уже? Про наш колорит, про нашу национальность, и венки там. И венки. Ну, расскажите какую-нибудь шутку текстовую. Так. Давай про «Уснюю». Не. Ну, ладно, наверное, показывать нужно, да? Да. Ну, вы прошли в полуфинал, верно? Да, да. В международной юниор-лиге. А где будет он проходить и когда? В Москве. В декабре? В декабре. Числа не знаем. Сейчас октябрь. То есть вам до декабря нужно написать целое новое выступление? Да. Расскажите, пожалуйста, сколько... Вот вы, как говорят спортсмены, тренируетесь? Сколько у вас репетиций в неделю? У нас выходные только в субботу и в воскресенье. Вы каждый день после школы занимаетесь КВНом? Да. Девчонки, как с учебой? Отлично. Нормально. То есть с пониманием, да, относятся учителя? Да. Как вообще... Ну, знает ли вся Уснюк же, что их дети ездят на международные КВНовские фестивали? Или это секрет? Ну, знают только столько родителей. Узнают все. Как болеют? Неизвестно. Не передают вам там с собой гостинцы? Нет. Ну, вот это первый фестиваль, то, что мы так надолго уехали. И вот в такую... На месяц. Вот в такую серьезную игру попали. Совершенно случайно. Мы должны были в Анапе выступить и поехать домой. Но нас пригласили в Крым. Что мы едем в Крым. А, так вы домой не заезжали? Нет. У нас гастрольный тур... На целый месяц. По южным городам России. Ну, расскажите, как вам Крым? Понравился? Да. Почему? Ну, не очень. В Анапе лучше? В Анапе, да. В Анапе было теплее. А, только поэтому, да? И там подешевле. В Анапе подешевле. В Анапе дешевле, чем в Крыму. В магнитике подешевле. Вот от кого мы это узнали. Ну, вы загорелы. Я думаю, что да. Да. Это сказывается. Девчонки, расскажите, пожалуйста, сколько лет команде Мистер Ха и какие у вас есть регалии? Команде КВН Мистер Ха 23 года. А, вот нашему поколению 4. Да, вот нашему новому, именно нашему коллективу 4 года. Какие у вашего именно коллектива, вот есть победы за спиной? Лига. Областная школьная лига. То есть вы самые смешные в Амурской области, да? Да. В Амурской области. Лига юности у нас еще в Тенде проходит. Лига БАМ. Самые смешные на БАМ. В Лиге БАМ мы уже не играем. Да, не играем. А почему? Ну, как-то уже взрослые стали, что ли. Ну да. Ну что ж, девчонки, желаем вам, конечно, успехов. А мальчишки-то у вас в команде есть? Да. Сколько? Пять. А девчонок? Три. Три. А, так у вас, можно сказать, мужская команда? Нет. А кто у вас шутки пишет, мальчики или девочки? Считается это штуковая мужская игра? У нас, вообще-то, есть руководители, авторы. Ну, мы часто собираемся, штурмим, но шутки больше заходят от руководителей. То есть у вас большая команда, и вот те, что на сцене, это еще далеко не все, да, кто работают с вашей командой? Да. У нас очень много помощников. Расскажите о них, как много? Ну, из Благовещенска, наверное, помощников у нас... Четыре. Пять. А они вам по телефону как с вами общаются? Иногда... Нет, они нам не звонят, они просто переписываются. Переписываются с нашим руководителем. Или здесь, когда мы приезжаем в Благовещенска, они к нам тоже приезжают и нам помогают ставить выступления. То есть вы как взрослая команда КВН, у которой свои авторы, да? Да. Обалдеть. Ну, мы тоже сами пишем. У нас некоторые шутки тоже забирают и их редактируют, и мы их тоже иногда показываем. Часто? Нет. Ну, что ж, хороших вам шуток. Спасибо. Удачи вам в следующей игре КВНовской. Мы будем за вас болеть. Мы, когда в школе играли в КВН, мы тоже так хотели выступать на всей России, но тогда возможностей не было. Хорошо, что у вас такая возможность есть. Будьте самыми смешными. Спасибо, что пришли. Напомним, в гостях у нас были девчонки из команды КВН «Мистер Хай» из поселка Уснюкжи, которые стали самыми смешными в России. Радуйтесь жизни. Увидимся. Продолжение следует...